В разведке Британии предполагают, что Росгвардия, вероятно, развернёт свои новые добровольческие подразделения в Украине и в Африке. Для этого она активно привлекает новых добровольцев. Новобранцам обещают шестимесячные контракты для участия в войне против Украины и девятимесячные контракты для службы в Африке. Включение бывших десантно-штурмовых подразделений Вагнера в добровольческий корпус Росгвардии, скорее всего, свидетельствует об успешном подчинении Вагнера Росгвардии, усиливающей командование и контроль российского государства над группой Вагнера. Министерство обороны Британии в социальной сети ИКС. Стоит отметить, что ЧВК Вагнер под эгидой Росгвардии возобновил вербовку наёмников ещё в конце 2023 года. У нас всё осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берём только людей с гражданки, не из мест лишения свободы. Представитель ЧВК Вагнер в Перми в интервью зданию 59.ру. Вербуют в новое подразделение Росгвардии мужчин от 20 до 55 лет. Срок контракта – от 6 месяцев, а оплата, по словам представителей ЧВК, составит от 80 тысяч до 240 тысяч рублей. В зависимости от места, где будут служить наёмники. Сформировать новые подразделения Путин поручил экс-начальнику штаба группы Вагнер Андрею Трошеву во время встречи в Кремле в конце сентября 2023 года. Здесь важный момент, что набирают туда людей не из тюрем, как сказал сам сын Пригожина. С кем это связано? Это связано с тем, что вербовка заключённых на войну осуществляется Министерством обороны. Африканский проект, он, конечно же, сохраняется, как и другие проекты ЧВК-Вагнер. А если мы говорим об участии этой структуры в Украине, то задач-то на войне хватает. Впрочем, как и зэков, которые прекрасно себя чувствуют в других частных военных компаниях, которые входят в состав Минобороны и подчиняются ей. Я думаю, что это будет что-то типа такого элитного ЧВК, в котором будут люди подготовленные. Для Кремля же выгодно взять под полный контроль ЧВК «Вагнер». Это своего рода страховка от повторного мятежа. Мы знаем, что в июне Владимир Путин узаконил набор последственных обвиняемых фигурантов уголовных дел и заключённых при условии подписания контракта с Министерством обороны. Точно так же это работает и в сторону Росгвардии. Всё это рассматривается как военная служба, как часть скрытой мобилизационной кампании. И, конечно же, у меня нет точных сведений, но я подозреваю, что это инструмент переподчинения взбунтовавшихся вагнеровцев после смерти Пригожина. Никита Кондратьев, журналист. В интервью изданию «Настоящее время». А ещё это позволит завербовать больше новобранцев для войны против Украины. Судя по тому, что в ЧВК готовы рассматривать даже кандидатуры с ампутированными конечностями, кадровый голод в российской армии жёсткий. Юлия Грановская для телеканала Freedom.